История про маленькую девочку, которая жила в подмосковном городе. Каждое утро выходила на улицу и видела в основном на улицах пьяных людей, буквально алкоголиков. Улицы были настолько разбиты, что очень часто, пока она доходила до станции, чтобы поехать, чтобы сесть на электричку и поехать в Москву, все ноги, вся обувь были настолько грязными, что даже в электричке невозможно было их нормально вытереть, чтобы нормально их как-то привести в порядок. Когда она приезжала в Москву, она тяжело работала весь день в офисе и возвращалась поздно-поздно домой к своему мужу, к своему сыну и очень-очень уставала. Несмотря на это, она варила дома, я не знаю, 23 блюда еще какие-то, пекла пироги и что-то такое делала, делала, делала. И эта девочка решила стать психологом, зарабатывала сначала по 3000 рублей, затем потихоньку-потихоньку она решила освоить систему онлайн-маркетинга и уехала жить в Барселону, оставила всю свою прошлую жизнь. И сейчас, когда она выходит на улицу, она видит радостных, счастливых людей. У нее прекрасный вид из окна на всю-всю Барселону, солнечное небо и любимая собачка. Смотрите, вот эта история, которую я рассказала, она начинается достаточно грустно. Ну, то есть, смотрите, это эмоции, это эмоции, которые изначально были такими достаточно тяжелыми и грустными, и прям вот, знаете, до слез. Ну, вот если особенно кто-то был в такой ситуации, тот точно знает, что это такое, как это проживается и так далее, и так далее. И посмотрите, как это работает, когда потихонечку-потихонечку дела выправляются, и все, девочка живет в Барселоне. Это реальная история, история моей жизни, и я действительно сейчас каждый день счастлива, потому что я вижу совершенно другой мир, и я в этом мире живу. И эмоции продают гораздо лучше. Вспомните свои последние три покупки, как вы принимали решение, на чем вы основывали свое решение. Сначала эмоционально. Вам нравится какая-то машина, возможно, вам нравится какое-то платье, вам оно настолько сильно нравится, что вы потом логически начинаете подбирать под это какие-то разумные доводы. И если вы этого очень страстно хотите, то вы найдете деньги где угодно. Вы сможете сделать что угодно, чтобы купить то, что вам очень-очень-очень понравилось. Понимаете, вот читатель, ваш читатель, ваш зритель, он точно так же принимает эмоции, принимает решение о покупках, основываясь на эмоциях, не на разуме. То есть сначала эмоции, а затем только разум подтягивается. И если решение, например, принято только, основываясь на разуме, без эмоций, то человек начинает тянуть. То есть человек начинает тянуть, потому что он даже сам не понимает, почему, что происходит, почему он тянет, почему он не до конца принимает решение. Потому что решение основано на разуме. Да, есть логика, да, вот покупаем вот эту квартиру в центре города, да, вот то, и то, и то. но что-то вот не то, что-то не то, эмоционально если не заряжает, если не включает, то человек действительно сложнее принимает решение о покупке, поэтому обращайте внимание на то, что вы даете в постах, самые лучшие продающие выступления в мире на 95% состоят из эмоций, эмоции причем делаются, знаете, по таким синусоидам, от плюса к минусу, от минуса к плюсу и так далее, то есть и завершаются, смотрите, завершаются на плюсе, если вы продаете мужчинам и завершаются на минусе, если вы продаете женщинам, то есть мужская и женская аудитория реагируют по-разному на ваши эмоциональные выступления, то есть мужчинам всегда очень хорошо вдохновлять их и говорить, если вы хотите повелевать миром, то нажимайте на кнопку, приходите и так далее, и так далее, и мужчины лучше будут тогда к вам записываться, но если вы хотите мотивировать женщин, то у женщин очень хорошо работает, наоборот, отрицательная мотивация, если вы не хотите быть вот такими толстыми, как вот эта вот хрюшка на картинке, которую вы повесили себе на холодильник, то нажимайте на кнопку, это вот такая тонкость, это вот такие особенности, возможно, вы посмотрите еще что-то где-то в социальных сетях, либо услышите у Гранта Кардона в этой книге, я уже не помню, есть у него или нет, про то, что эмоционально, мы принимаем решение именно эмоционально, и поэтому обращайте внимание на ваше выступление, добавляйте больше историй, больше фотографий, больше кейсов, больше отзывов, там, где люди говорят, что у них было все плохо, стало все хорошо, ну, то есть это желательно, конечно, реальные истории, не надо никаких выдуманных историй, ну, то есть и свои истории, свои истории жизненные, через что вы прошли, как вы прошли, и вспоминайте прямо на примере себя, как вы принимаете решение о покупке, и рекомендую посмотреть какой-нибудь фильм захватывающий, может быть, боевик, или там, ну, типа Джеймса Бонда, там, что-нибудь такое, и посмотрите, как там меняются эмоции, и как держится вот это вот эмоциональное напряжение, и используйте этот же прием у себя в постах, отрицательная эмоция, положительная эмоция, отрицательная эмоция, положительная эмоция, если вы сможете это сделать в одном посте, это будет очень круто, если вы будете даже чередовать посты, сначала нагнетая немножечко обстановку, затем давая что-то светлое, какой-то выход из ситуации, это тоже нормально, но я рекомендую делать это все в одном посте, или в одном выступлении, в одном прямом эфире, не давайте слишком много информации, давайте лучше больше эмоций, 5% информации, 95% эмоций, и продает тогда лучше всего, все, всем ромашек, чао!